Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор. Субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с трех до пяти вечера. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 20 октября года 2020-го. Вторник. Сегодняшнюю программу мы построим по следующему принципу. Первый час с нами, наверное, скорее всего из Одессы, Давид Ройтман. Мы обсудим израильскую ситуацию, как Израиль выходит из карантина, продвижение в израильско-мирадских сделках. По нашей обычной рутине пойдем. Ну, естественно, грядущие израильские выборы будем обсуждать тоже, потому что, скорее всего, все уже все ближе, оно и ближе. Во втором части у нас программа другого плана немного. У нас, наконец-то, может быть, так, по крайней мере, выглядит, что будет сделка между США и Россией относительно ограничения продления Нью-Старта еще на год, как минимум. Вот, я вам об этом расскажу. И серьезное развитие на американо-суданском направлении, что, в принципе, по идее, теоретически может открыть дорогу Судану для подписания сделки нормализации с Израилем тоже. Президент Трамп, скорее всего, снимет Судан с листа стран, спонсирующих терроризм. В общем, это большая, тоже достаточно новость. И есть там о чем поговорить. Я думаю, что эти два события, они займут весь наш второй час. Вот такой план на сегодня, 347-4600-0877. Это СМС-портал прямого эфира. Пишите 347-4600-0877. Все, кто в прямом эфире, меня слушают. К нам присоединяется Давид Ройтман. Я так думаю, из Одессы. Давид, привет. Добрый вечер. Хорошо слышно. Безусловно, из Одессы. Потому что, да. Хорошо слышно у меня. Да, я боялся, что будет не очень. Чуть-чуть только под... Чуть-чуть левее, чтобы ты был. То есть, да. А еще, 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 еще. Вот, отлично. О, вот ты по центру. Вообще идеально. Вот теперь замечательно. Фантастика. И видно хорошо, и слышно хорошо. Давид, наполнено все. Все полнится слухами. Про карантин я тебе чуть позже спрошу. Самый главный сейчас для меня момент. Вот, я думаю, что для наших радиослушателей тоже такой важный момент. Бюджет, который на 21-й год должен сейчас вот по идее пройти. И все понимают, что как бы это тот самый камень преткновения. Вот эта позиция, которую Натани Ягу и Катс вчера озвучили, что они не сдадутся, не поддадутся давлению Бенни Ганса. Это все, короче, это уже белая перчатка брошенная в лицо. Все, начало избирательной кампании. Мне кажется, что все политические угрозы на нынешний момент просто обесценены. Этих белых перчаток выбрасывают такое количество ежеминутно. Даже не ежечасно, ежеминутно. Поэтому мне кажется, что говорить... Давид? Звук пропал. Нет, пока нет, пока не получается. Так, немножечко. Так, ты замерз, и звук пропал. Может быть, имеет смысл перенабрать тебя? Я не знаю, что делать, потому как... Не проходит звук. Давайте, друзья, мы попробуем... Сейчас проверим связь. Сейчас проходит. Может быть, надо Wi-Fi отключить и включить обычную сотовую связь? Она, может быть, лучше сработает. Угу. Так. Сейчас слышно? Да. Да, только на телефон горизонтально поставить, если возможно. Да-да-да, я просто менял связь. Вот так лучше? Интернет-связь, если можно так сказать. Вот, хорошо, провайдера, я понял. Отлично. Быстро сменил провайдера. Ну, расскажи, пожалуйста, как это там у вас внутри сейчас расценивается? Я говорил о том, что сейчас обесценены все белые перчатки. Эти угрозы о конце политической карьеры того или иного оппонента, о путешествии на очередные четвертые выборы, все это звучит так часто и настолько безответственно, что не никакой ценности, мне кажется, эти заявления-угрозы просто уже не имеют и не несут. Поэтому, мне кажется, что даже обсуждать это немного бессмысленно, поскольку даже те, кто говорят эти фразы, те, кто кидают эти белые перчатки, о которых ты говоришь, они не имеют это в виду. То есть они не воспринимают это все всерьез. То есть ты хочешь сказать, что выгодно... Ну, чем же нам нужно понимать это всерьез? Что Натаньяну не выгодно сейчас идти на выборы. Поэтому это все просто попытка выбить какие-то лучшие условия? Или мы просто пока еще не можем даже такой прогноз сделать? Это пока рановато. Ну, как все говорят, что выборы вот на носу, вот они, вот они, вот они. Все говорят, что выборы на носу в Израиле традиционно, начиная со второго дня после прошествия выборов и вступления премьер-министра в должность. Так что здесь наше время не отличается ничем от предыдущих последствий выборов или каких-то политических событий в Израиле. На данный момент провести выборы не представляется возможным ввиду пандемии. И даже если очень выгодно премьер-министру пойти сейчас на выборы, это технически невозможно. Когда это представится возможным, я предполагаю, что он захочет пойти на выборы, поскольку отдавать власть Бенни Гансу, как я уже говорил в нашем предыдущем эфире, на мой взгляд, Бенемин Танягу не намерен. То есть он, в принципе, и не рассчитывал на это, на мой взгляд. Подписывая коалиционные соглашения, он вел себя не как европейца, а как человек с Ближнего Востока. Подписывая договор, имея в виду его нарушить. Мог бы, я думаю, что мог бы Биби пойти сейчас на выборы, можно было бы провести сейчас выборы с точки зрения пандемии. Наверное, он бы уже пошел, потому что он бы использовал монархи на какая-то победа. Сейчас раздали денег людям, многие сейчас получили поддержку, малый бизнес, средний бизнес, наемные работники стали получать какую-то помощь. И вот сейчас, в принципе, удобный момент для того, чтобы идти на выборы. Но думаю, что сейчас это технически невозможно. Поэтому Биби будет выжидать более удобного момента. Также плюс еще сейчас хорошо с точки зрения подписания аккордов Авраама. Очень удачный момент сейчас. И учитывая все эти разговоры о безвизовом въезде в Эмираты теперь и о полном установлении всех возможных связей и постоянных контактов, постоянно приходят мне уведомления. То это произошло, то то произошло. То и Техат приземлился в Израиле. То, короче, безвизовый въезд для израильтян. У Америки нет, у Эмиратов такого въезда. А с Израилем есть. Интересное, на самом деле, развитие получается. У меня есть некое ощущение, что ввиду агрессивного настроения израильтян, ввиду безработицы, результатов пандемии, экономического спада, история победоносная про Эмираты и Бахрейн вообще прошла мимо электората. Рейтинг Биби не поднялся никаким образом, несмотря на действительно феноменальные исторические победы. Мне кажется, что рейтинг Биби в Америке взлетел. Даже в России. Но не в Израиле. Это плачевная история. Что действительно очень печально, потому что, ну, два года назад, год назад, до короны, то я думаю, что Биби просто носили бы на руках в прямом и передназном смысле. Пандемия сожрала все. Ну, всю славу Биби пандемия сожрала. Но это сейчас не только у него происходит. Это в других странах тоже происходит с лидерами, которые были успешны, особенно в экономическом плане, до того, как начался этот кошмар с коронавирусом. Все пострадали. Хорошо, еще немножко про выборы и потом соскочим. с этой темой. А нафтоле Беннет сегодня вроде бы выступил, что он, да, готов как бы к избирательной кампании. И что, как бы, такое ощущение, что он хочет аккумулировать тот рост рейтинга, который у него есть. Что по поводу Беннетта ты можешь сказать сейчас? Что вопросы ему говорят? Сколько он может набрать? То, что Беннет хотел бы использовать момент, сопутствующий ему удачей, ветра в парусах, для того, чтобы сейчас получить свои 20, 21, 22 мандата. Сколько мне... Это очевидно. То есть, наверное, кто бы сейчас больше всех хотел выборов, это Беннет. Из всей политической карты страны наиболее выгодно это сегодня, наверное, ему, потому что все остальные летят стартарарам. И Лапид, и Ганс вообще не о чем говорить. И у Биби тоже, знаете, или там не фантастика. Единственное, кто стремительно растет, это Беннет. За счет чего? За счет того, что он проявил себя как министр обороны очень инициативно, очень позитивно. Он там выстроил целую стратегию борьбы с короной, по крайней мере, с точки зрения пиар-компании. Очень все профессионально, красиво развернули. Я хочу напомнить, что он богатый человек, успешный предприниматель в сфере высоких технологий. Его состояние насчитывает больше 100 миллионов долларов. У него есть возможность нанимать частных профессионалов для своей пиар-компании и так далее. И он делал, он тратит свои деньги на политическую свою карьеру. Все это было сделано красиво, и он получил свой электорат. Хочу напомнить, что на предыдущих выборах он мог вообще остаться без кресла в парламенте. Хотя шел не один, а все-таки с целой командой. В общем, сейчас он на коне, в теоретическом коне. Потому что выборы, если бы состоялись сегодня, он получил бы 20 мандатов. Но если бы они не состоялись сегодня, то он остается там, где он находится сейчас. То есть, в любом случае, когда они будут, если они будут, в последний момент, да, то и он, правда, наберет больше, там, 15, например, то он будет главным коалиционным партнером Антониагу, скорее всего, да? А не будут выбирать коалицию? Скорее всего так. Скорее всего так. Я не вижу альтернативу Биби, поэтому я думаю, что это произойдет, скорее всего, таким образом. А что Авигдор Львович Либерман? Львович Либерман, скажи, каковы его перспективы переизбраться в Кнессет? Такие же, как были в предыдущих выборах? Возможно, там ничего не изменится. Мне кажется, что он сегодня добился какого-то такого вот... Такого положения. Вот здесь какая-то вот прослойка, население, которое кого-то сильно не любит. А часть этой прослойки очень любит Либермана, наверное. И вот это его вот такая вот база. Его как бы такая вот группа поддержки. И он вокруг вот там плюс-минус мандат, плюс-минус два мандата, вот он будет лавировать. Мне так кажется, знаете, я не главный специалист по Либерману. Ну, понятно. Но мое представление вот оно такое. Но такого успеха, какой у него был, когда он набирал там 12-13 мандатов, это уже ему сейчас невозможно повторить. Боюсь, что это каннуло в лету. Я боюсь, что это... Ну, вы знаете, Ближний Восток дело тонкое, здесь всякое происходит. Но так как карты разложены сейчас, мне кажется, что это все далеко в прошлом. Ну, может, это и хорошо. Ладно, давай расскажи, пожалуйста, вот теперь очень важный момент. Значит, с воскресенья, с этого, как я понимаю, прям с Мацаш, с Мацаш-Шаббат, начал Израиль выходить из жесткого локдауна. В чем это выражается, и как это будет происходить, и когда это вообще закончится, когда мы сможем прилететь в Израиль, меня интересует. Все поехали на море. А, тысячи метров отменили. Потому что до этого это было нельзя. Ага, тысячи метров. Тысячи метров отменили. Дети пошли в детские садики. Многие вздохнули. Рестораны заработали take away. То есть говорить о том, чтобы пойти в ресторан преждевременно. Должны открывать с периодичностью каждые, значит, раз в две недели, должны какие-то новые поблажки вводить. Сегодня было инфицированных 700 с лишним человек из 27 тысяч тестов. Что потрясающий результат. И нужно понимать, что мы сегодня наблюдаем результат двухнедельной давности. Сейчас все открыли. И многие сегодня в Израиле открыто говорят, что мы на пути к третьему карантину. К третьему локдауну. Ну, конечно. Вы говорите, это невозможно. Возможно. Также говорили о невозможности третьих выборов в Израиле. А. И мне кажется, что третий карантин, третий локдаун может стать некой точкой кипения. Ну, вот тут люди на пределе. Секунду. Подожди. Ментально. Подожди секундочку. Я хочу тут сейчас влезть в твои слова. Дети пошли в садики, ты сказал. И в школы. На младший класс. Правильно я понимаю? Нет. Нет. Нет? Только в садике. Окей. Так это не играет роли никакой. Это не важно. Они же там не могут соблюдать правила социальной дистанции. Не могут. Соответственно, они принесут домой этот коронавирус опять. Безусловно. Так какой же смысл было их пускать в садики? Безусловно. Как это можно было делать? Какой смысл тогда был в предыдущем вактале? О том, какой смысл, какие цели преследуют те или иные действия правительства в Израиле, мне кажется, давно не вызывает ни у кого вопросов. Все понимают, что это какие-то предсмертные конвульсии, что это какие-то неосознанные действия. В них есть все, что угодно, кроме здравого смысла и заботы о обществе. Вот все остальное там есть. Личная вражда, перетягивание отдела на себя, политические какие-то воззрения, политические амбиции. Вот все, что угодно. Кроме заботы о обществе, о государстве, о благополучии граждан, все остальное там есть. Поэтому, ну как бы, ответ очевиден. Слушай, ну мне странно, но мне странно, ведь, Натани Ягу, мы не можем обвинить, например, министра и многих людей, достаточно серьезных ребят, которые сидят в правительстве и которые имеют достаточно большой опыт управления государством. Долго во власти, что они не заботятся о нации, и что они не любят нацию, не любят свою страну, и что они руководствуются только какими-то личными корыстными соображениями. Я считаю, что это немножко преувеличено все-таки. Не можем мы обвинить Натани Ягу. Нет, их амбиции, их амбиции и корыстные соображения превалируют в любви к нации. Да, безусловно. Я не сказал, что они не любят нацию, не любят народ. Я искренне верю, что они искренне любят. Но бизнес-интересы превалируют. Подожди, а садики что, разве не бесплатные в Израиле, в которых дети ходят? Какие бизнес-интересы, чего? Кому помогают? Бизнес-интересы глобальные. Глобальные. Я не говорю о конкретике, что министр здравоохранения зарабатывает на садиках, поэтому он их пускает, детей в садики. Нет. Я говорю, глобально. Как устроена политическая система в Израиле? Ведь приходит министр в министерство, он же приводит с собой сотни спиногрызов, термоедов. Сотни официальных. Это бизнес-интересы, перевести своих. Литман уходит с поста министра здравоохранения на пост министра строительства. Ну, очевидно же, что он это делает, он это не скрывает, он хочет построить целые районы, не кварталы, а районы, и города какие-то для ортодоксального населения страны. Это его инвестиция. И его не волнует сейчас положение в обществе, экономика страны в целом, здоровье граждан. Это его политическая инвестиция. Понимаю. Понимаю. Люди не берут в карман. Я не говорю, что у нас Россия или Украина, где люди просто гребут деньги. Нет, нет, ну, конечно, нет. Ну, если там кто-то что-то и гребет, это чаще всего плохо заканчивается. Ну, все на виду. Но все это, тем не менее... Понятно. Понятно. Хорошо. И в любви к народу и заботе о великом. Я понимаю. Теперь момент относительно... Давай не будем пессимистичный сценарий рассматривать, что, правда, пойдет на рост цифра заражений из-за того, что дети пошли в садики. Если все пойдет хорошо и будет снижаться, какие следующие этапы всего? Какое пессимистично. Это же математика. Как может пойти хорошо? Следующие этапы откроют школы, потом в какой-то момент откроют рестораны. Ну, все как всегда. Мы все это уже переживали. Но это же математика. Ну, как? Ну, то есть... Ну, я хотел бы услышать твои логические доводы, почему после второго карантина все не произойдет так же, как после первого. Если правильно... Что, израильтяне превратились в шведов и будут соблюдать социальную дистанцию? Нет, я скажу почему. Если учесть уроки предыдущего выхода и трейсинг тех, кто заражен, и их контактов наладить правильный, и тестировать агрессивно и дальше, и больше, то теоретически можно отследить всех и заизолировать тех, кто заражен. Теоретически. Все это пытались сделать после выхода из первого карантина. У нас больных было 15, 20 или 30 в день, а сейчас 700. Поэтому я не понимаю, как при таких цифрах может быть другой результат, нежели после первого карантина. В моей голове не укладывается. Сейчас хуже ситуация. Понятно. Все, короче, одна надежда на вакцину, которая, как мы понимаем, раньше января не появится. Короче... Какой январь? Кирилл, о чем ты говоришь? В таких количествах, чтобы привить страну, еще год минимум. Это очевидно совершенно. Там страна 9 миллионов, что там привить, я не понимаю. Русские... Кто нам даст 9 миллионов? Русские начинают в ноябре-декабре уже прививаться. Массово. Массово. Слушайте, Кирилл, это просто, это феноменально. Массово это 100 человек в день или 200? Не-не-не, массово. Массовая вакцинация Москвы... Что значит, мам, Кирилл? Ну, массово. Это Россия. А о какой массовой вакцинации мы можем говорить? Это страна победившего коммунизма. Какое массово? Массово это чиновников привьют и будут продавать это по какой-то высокой цене, ну, на черном рынке. Ну, это же все обычная история, что в России... Ну, в России достаточно... Из-за пандемии. Ты, может быть, не в курсе, но Россия всегда традиционно была на переднем фронте борьбы с вирусовскими вирусами, и микробиология развита достаточно неплохо. И разработка самой вакцины, и скорость ее разработки тоже некоторые вещи показывают. Но это сейчас другой разговор нас не касается. Одно хочу сказать, что подмассовый... Я вообще не специалист биолог, поэтому не возьмусь оценивать качество российской вакцины, или американской, или китайской, или европейской. Я немного знаю об этом, читаю, но я точно не эксперт в этой сфере. Но то, что Россия, в принципе, не изменится из-за пандемии, и не будет заботиться о своем населении так, как это делает Америка, Израиль и Европа, это совершенно очевидно. Не знаю. Я знаю, что в Советском Союзе, например, всех рожденных... Поэтому, когда ты говоришь, что в России вот-вот начнут массовые... Давид, когда нужно было провиваться... В Советский Союз сейчас все продано. Нет, не совсем. И они займутся, в первую очередь, конечно, самыми главными группами риска населения, медперсоналом, учителями. Это понятно, что эти люди пойдут, в первую очередь, военные, в первую очередь. Но они будут массово прививать население. Мы это увидим в ближайшее время. Ты это увидишь очень скоро. У нас, у нас, Pfizer и Moderna уже сказали месяц назад, что они уже пакуют достаточно большое количество доз. В секунду, что USDA даст апрулл, пойдет сразу в доставка. И сразу начнется рассылка. Потому как у них есть уже достаточно большое количество адресов, и они готовы там чуть ли не 100 миллионов доз приготовить в ближайшие месяцы от момента апруллла. То есть они готовы как бы к этому тоже. И я думаю, что так как это сейчас стратегическая задача, причем для многих стран, как и для России, как для Америки, так и для Китая, так и для Израиля и Великобритании, в секунду, что вакцина станет нормальной, можно будет быть уверенным в ее использовании, она будет достаточно быстро изготовлена и доставлена. Я как раз не вижу тут большой элгистической проблемы. Слишком большая, велика задача, понимаешь? Велика задача. Нет, все вместе. Все вместе, может, год и возьмет, но это в процессе год. Какая-то часть населения получит в первую очередь. Но в любом случае, Израиль не такой большой по численности населения государства. Я считаю, что массово, мы можем запомнить этот разговор, этот спор. Обязательно. Я считаю, что массовая вакцинация начнется не раньше, чем через год, когда начнут вакцинировать миллионы. Да, да, да. Не десятки, сотни тысяч, кажется, нет. А вот каждая страна, вот в Америке, там, в этом месяце вакцину получит 10 миллионов человек. Вот это не раньше, чем через год. В Америке 360 миллионов. То есть все вместе, ты говоришь, закончится через год. Да? Я правильно понимаю? Через год начнет массовая вакцинация, и в течение полугода, восьми месяцев, я считаю, уже спадет напряжение. То есть уже все люди в зоне риска получат вакцину, уже люди среднего возраста получат вакцину, будет спор, надо ли прививать детей, которые легко это переносят. То есть вот через полтора года, я думаю, что можно будет полностью отснять мировые ограничения на авиаперевозки, на массовые мероприятия, шоу-бизнес. Между прочим, когда по расписанию должен открыться Бродвей? Весной. Какой? Этой, этой. Весной. Этой, весной. 21-го года. Ну, это по расписанию, это если все пойдет хорошо. Мы пока не парим. В 22-м году, Кирилл. Нет, 21-го года весной. Пока. По крайней мере, информация пока сегодня такая. Окей. Да мы не будем, прогноз мы сделали. Ты считаешь, что через год, я считаю, что через полгода уже вопрос будет решен. И с вакцинацией, в принципе, тоже. Но я оптимистично смотрю на эту вещь. Понимаешь, я, может быть, я заблуждаюсь. Мы увидим, как это все закончится. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Я вообще сейчас должен был бы быть в Нью-Йорке, и мы этот эфир могли ввести из Нью-Йоркской студии. Просто в Нью-Йорке ввели карантин 14-дневный для приезжающих. Из Украины тоже? И я решил, что лететь в Нью-Йорк на 10 дней. 14 дней с день. Ну, да, все красные страны. Ага. А может, даже все страны. Я удивляюсь, для чего нужен, в принципе, этот карантин, если мы все красные страны. Америка красная страна сейчас, Европа сейчас вся красная, Израиль красная и Украина красная. Зачем карантин? Мне очень понравилась история. В Израиле выложили в соцсети. Человек звонит в армейскую службу, которая занимается борьбой с коронавирусом. Она оперирует, это служба тыла, гостиницами, которые превратили в хостели такие для больных короной, ну и так далее. И говорит, скажите, если я прилетел из красной страны, например, там, из Турции, в Израиль, я должен сидеть 14 дней в карантине и нагребать, скажите, а если я поехал из красного города в Израиле, в другой красный город в Израиле, я должен сидеть в карантине? Она говорит, нет. Она говорит, почему? Логика прекрасная. Да, да, абсолютно. Мне странно, может быть, кстати, отмены, может быть, ограничения на путешествия отменятся раньше, чем будет вакцина тоже. Идея, в принципе, в воздухе, все страдают, авиакомпания страдают, Турин страдает, все страдают. Но она уже там близко, да, уже близко эта ситуация. Я уже не говорю, что будет. Возможно, это скоро произойдет. Так, короче, мы не договорили важную вещь. То есть ты говоришь, ты сказал важный момент, что если вдруг придется опять на третий карантин страну закрывать, это может взорвать общество. В каком виде ты думаешь, что этот взрыв может произойти? Да. Так, массовое неповиновение властям. Карантин, который соблюдать вообще от слова вообще. Саботировать. Массовый саботаж решения правительства. Я говорил, мне кажется, в одном из наших эфиров, фразу, которую я тоже услышал, мне кажется, в эфире израильского радио. Когда государство смеется над своими гражданами, то в какой-то момент граждане начинают смеяться над государством. И это то, что с большой вероятностью может произойти. Это не Ягу свалит подобная ситуация? Нет? Нет. Как и не свалило, все до сих пор. Ну, вот вы-то. У человека четыре кейса в прокуратуре, он продолжает быть премьер-министром, и будучи под следствием, он собирается, видимо, идти на очередные выборы. Ну, это все какие-то феноменальные вещи, и все это работает. Как, почему, я не знаю. Но это работает. Это как в нашей Библии... В Коснике называют Библию. Да-да, когда в Библии написано там, когда Ермиягу принес свиток одному из царей последних эпохи первого храма, и читал он про то, что произойдет, что прибудут вавилоняне, и начнут разрушать, завоюют страну, он говорит, она Малка, он его спрашивает по-арамейски, я остаюсь с царем, тот говорит, да-да, пока да, пока да, а потом там есть момент, где его, где он теряет царство, и тогда он воспринимает это для себя уже, как свою личную угрозу. До этого момента нет. Но это не Ягу, это та же самая сейчас ситуация. Она Малка, я все еще царь, как бы, да, ты все еще царь. Но дальше-то что? Непонятно, совсем непонятно. Нация в таком состоянии безработица 25%, да? Миллион человек безработает, они говорят сейчас, то, что я прочитал. Да. Больше миллиона. Ну, есть пособие, ты сказал, что выпущено пособие. Ладно, мы вернемся уже к более... Да, есть пособие. Мы вернемся после рекламы и будем обсуждать все-таки международную немножко израильскую агенту. Хватит коронавируса, я думаю, на сегодня уже, через неделю опять будем об этом говорить. Пожалуйста, никуда не уходите, сейчас немножко реклама чуть-чуть. Возвращаемся в эфир, Давид. С нами Давид Ройтман, наш специальный экспонент. Слушай, вопрос у меня к тебе такой. Вот в среду на той неделе начались, уже после нашего с тобой разговора о той неделе, начались переговоры в Накуре между Израилем и Ливаном демаркацией границы. Есть ли какая-то информация о том, на каком этапе сейчас они находятся, есть ли какой-то прогресс в демаркации границы? Если есть такая информация, я ей не вводею. Очень плохо, значит нет такой. То есть в широком доступе нет информации? Это как бы имеется в виду? Я думаю, что сейчас эту информацию вряд ли будут придавать огласки, поскольку речь идет о очень чувствительных для региона вопросах. И ливанской стороне явно не хотелось бы как-то разглашать информацию о том, что она идет на какие-то шаги, которые могут быть восприняты на Ближнем Высоке как уступки Израилю, сионистскому агрессору. Поэтому я думаю, сам факт того, что эти переговоры будут состояться, нельзя было отрицать и замалчивать. Это вызвало бы подозрения. Но сейчас до подписания договора разглашать нюансы, чтобы в обсуждении этой границы участвовали миллионы людей, я думаю, это явно не стоит ливанской и израильской стороны. Это морская граница, как там обсуждать, надо, чтобы они договорились и причертили. Нет, но как только они будут публиковать информацию о том, что Ливан хочет этого, Израиль хочет этого, и вот там они ищут точки опора, ну все начнут сейчас комментировать. Ни шагу назад за нами Москва. Включая министров, да, еще с обеих сторон. Поэтому я думаю, что они поставятся перед фактом. Между прочим, аналог можно вот, наверное, как пример привести история с мирными соглашениями с Объединёнными и Арабскими Эмиратами договорились, и вот тогда всем рассказали. Да, мы, как и министр обороны Израиля Бенни Ганс, были в неведении того, что происходит за кулицами. Всех поставили перед фактом. Ну и правильно сделали. Следующий момент. И вообще смогли сохранить что-то. Давид, сейчас немножко ты пропадаешь. Да. Следующий момент. Как ты думаешь, твоей оценкой профессиональной, как военного человека, скажи мне, пожалуйста, вот сам факт того, что эти переговоры сейчас идут, это для нашей северной, для израильской северной границы, на израильской ливанской границе сухопутной, повышает градус напряжения, потому как провокации стали более возможны или менее возможны. В твоем понимании сегодняшней ситуации того, как соотносятся сейчас Хизбалла и Израиль, как враги, в принципе, которые и так врагами остаются? Я понимаю, что Хизбалла может захотеть срыва этих переговоров и устроить какие-то провокации, но не факт, что Хизбалла сейчас находится в той позиции, в том положении, после взрыва, в порту, в целом, на фоне всего происходящего в регионе, что они сейчас рискнут. Поэтому, если вот положиться на мое мнение, что Хизбалла сейчас не рискнет, то я бы сказал, скорее, что нет, не повышает уровень напряженности, может быть, даже наоборот, все-таки ведутся переговоры, какой-то позитив, поэтому наоборот, мне кажется, сейчас напряженность снижается. А можно тогда пойти на один шаг дальше и спросить тебя, а может быть, сами эти переговоры произошли по кивку со стороны Насравы, в сторону главы парламента Ливана и тех и судов власти, которые легитимны? Свечку не держал, но могу предположить, что никакие переговоры подобного рода не могли произойти без согласования с Насравой. И также одновременно шло обмен там американских граждан на хуситов, там интересные штуки происходили. Может ли все эти знаки давать нам повод думать где-то там на задней подкорке нашего мозга, что где-то идет очень активный диалог между американцами и иранцами на бэкграунде? Я думаю, что диалог этот ведется всегда. То, что мы видим по телевизору и читаем в прессе, конечно же, очень отличаются от настоящего диалога и настоящих слов, мимики и всего остального, что происходит между американцами и иранцами, как и в других направлениях. Уверен, что там идет конструктивная работа, конструктивное обсуждение, как говорит Владимир Владимирович. Уверен, но на публике все это выглядит по-другому. В принципе, Ближний Восток, видимо, больше подвержен решению вопросов путем торговли, это то, что делает Трамп, он закрывает сделки, нежели европейского цивилизованного подхода урегулирования переговоров и так далее. По миллиону причин, главной из которых является различие в менталитете. Где эти, заключая мир, делают это, чтобы заключить мир, а эти для того, чтобы, я имею в виду ближневосточные народы, заключают мир для того, чтобы выиграть время и в более удобное, в удобное время, в более хорошем месте нанести сокрушительный удар. А сделки, они торговцы, они понимают. Я тогда 100 рублей получил, 200 рублей, мне выгодно, а ты заплатил мне на 100 больше, чтобы мы терпели соседа, потому что мы будем терять, за ваши 100 долларов мы будем терпеть соседа. И, видимо, здесь Трамп за 4 года сделал больше, чем все предшествующие ему президенты и общественные деятели и так далее и тому подобное. Трамп просто красавчик. Теперь, тем временем, пока это время за эти деньги куплено, за это время возникают еще экономические связи, бизнес-контакты. Безусловно. Экономика начинает быть взаимозависимой, и тогда уже война вообще не выиграла? Безусловно. Сегодня открыто заявляют авиакомпании Эмиратов, и ТИАД, и Эмирейт, что они рассматривают Израиль как стратегическое серьезное направление. 28 рейсов еженедельных будет выполняться только в аэропорт Бен-Гурен. И 10 грузов. А в аэропорт Элата авиасообщение будет не ограничено. Туда всякие лоукосты, чартеры. Да, аэропорт Рамона, в принципе, можно туда летать, сколько влезет. И оттуда в Эмираты, и из Эмиратов оттуда. Безвизовый режим в обе стороны. Теперь, о какой стратегической точке говорят авиакомпании Эмиратов? Естественно, имея в виду транзитные рейсы. Ну, полетают израильтяне в Дубай раз-два, сколько можно. Но Южная Америка, Дальний Восток. Но через что лучше израильтянам летать? Через Стамбул враждебный или через прекрасные дружественные Дубаи? Ну, подожди секунду. Но Стамбул враждебный, но торговля между Израилем и Турцией сейчас all-time high. Ты знаешь, тут недавно данные опубликовали. При всей миторике торговля изумительно идет. Да, но предъявлять в аэропорту Стамбула израильский паспорт, говорю это по собственному опыту, уже не так комфортно, как раньше. Не сомневаюсь. Давид, спасибо огромное. Каково же было мое удивление однажды, когда я прилетел в разгар конфликта с Турцией после Мармора и вынимаю американский паспорт, будучи уверенным, что страна-член НАТО явно не потребует визы американскому гражданину, когда с израильским паспортом-то без виз. Менеджер поднимает руку и кричит, у нас проблема менеджера сюда. С американским паспортом нужна виза в Турцию, а с израильским нет. Вот так разкладываются. Это давно было, потому что с американским тоже не нужна виза. Нет, все равно нужна. Это было пару лет назад. Странно. Ну, неважно. Я был тоже удивлен. Удивлен. Интересно. Я был тоже удивлен. Так что, Ближний Восток, дело тонкое. На этом спасибо большое, Кирилл, за эфир. Здоровья всем. Спасибо. Всем привет. Всем, кто нас слушал. Оставайтесь в безопасности. Спасибо, Давид. До встречи через неделю. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok